Всем привет! Вы не поверите! Я уже минут 20 ищу вопросы к новогоднему тегу и никак не могу найти. Я уже пролистала, наверное, штук 20 видео и никто из людей, которые отвечали на этот тег, не удосужился написать эти вопросы в инфобоксе. И наконец-то, наконец-то я нашла эти вопросы, для того, чтобы ответить на них. Почему я решила снимать этот тег? Ну, потому что у меня есть макияж, он остался после этой сессии, у меня даже чуть накрученные волосы, у меня новогодний свитер с оленем. И почему бы не снять этот тег, раз сейчас на дворе декабрь. И этот тег позволяет мне отвечать на вопросы в режиме реального времени, для того, чтобы вы видели мою естественную реакцию на эти вопросы и слышали естественные, неподготовленные ответы. Ну что, поехали! Я надеюсь, вам видно. Это свитер с оленем. Я очень счастлива, что я его купила. Это, кстати, фирма George. Англиц, если вы ее знаете, то, наверное, тоже любите. В принципе, очень неплохие вещи. У них попадаются, особенно детские, ну, взрослые, так, более-менее, бывают хорошие, бывают не очень. Ну что, теперь перейдем к новогоднему тегу. Так, первый вопрос. Самый запоминающийся подарок на Новый год. Да, наверное, это будет вариация на тему самый нелепый новогодний тег. Так, я не знаю, что мне ответить на этот вопрос. К сожалению, мне приходит на ум только одно. Однажды, когда я родила ребенка, и вот Сашке было 4 месяца, у нас был такой первый Новый год с ребенком, и муж мне подарил на Новый год гантели красненькие по килограммчику. Это самый запоминающийся подарок. Знаете, я вот посидела, подумала, наверное, больше я ничего не могу вспомнить. Ну, мне довольно-таки сложно вспомнить какой-нибудь самый запоминающийся подарок на Новый год, потому что у меня Новый год и день рождения, они вместе, ну, практически вместе. То есть 1-го числа это Новый год, а 3-го числа это мое день рождения. И у меня подарки все путаются, сбиваются воедино, и довольно-таки сложно мне как-то разобрать, что же было на Новый год, что же было не на Новый год. Но вот да, я вам скажу, что гантели я запройла надолго. Второй вопрос. Самая любимая новогодняя песня? Вы знаете, в голову лезет очень много разных песен, классных и все, но вот та, которая берет за душу, наверное, это песня Скрябина с новым роком Торис двум. В общем, это, наверное, сейчас самая моя любимая песня. И вот когда ее слушаешь, у тебя просто наворачиваются слезы. Ну, не знаю, слезы счастья, наверное, или что. Ну, как-то вот все-таки Кузьма смог найти те слова, которые затронут душу, наверное, каждого. Поэтому, да, я люблю очень эту песню уже несколько лет подряд. Если вы не слышали, то обязательно послушайте. Я оставлю ссылочку в инфобоксе на это видео, да, или на эту песню. Я не знаю, к сожалению, есть ли на нее видео, но, по крайней мере, этот трек есть на ютубе. И еще, конечно, мне нравится песня Аббы, Happy New Year и песня Last Christmas, The Modern Token или George Michael. В общем, я полный профан в музыке, поэтому я не знаю. Но вот песня Скрябина, это вот именно то, что нужно обязательно послушать и нужно ставить для того, чтобы и детки слушали, наверное, мне так кажется. Хотя дети, наверное, особо не поймут эту песню, а поймут уже, скажем так, немножко пожившие люди. Третий вопрос. Мой самый любимый новогодний фильм. Я буду банальной, я буду сильно банальной, потому что я люблю слушать, точнее, я люблю смотреть фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Даже когда муж отключил нам телевидение, мы уже два года живем без телевизора. Я в себе постоянно включаю этот фильм, когда я готовлю что-нибудь на кухне, смотрю его в интернете. Ну, в общем, как бы это тот фильм, который хочется смотреть, хочется смотреть всегда. С детьми, конечно, мы сейчас уже смотрим один дома, малой просто фанатеет, ржет постоянно с этого фильма, ему очень нравится. Ну, а мне для души, да, поностальжировать, это именно как бы «Ирония судьбы» или «С легким паром». Еще я очень люблю фильм «Елки». Не могу сказать, какой, наверное, первый «Елки». Ну, тоже очень люблю посмотреть этот фильм. Четвертый вопрос. Семейная традиция. Новогодняя семейная традиция, я так понимаю. Ну, у нас новогодняя традиция, наверное, такая оригинальная одна. Мы печем новогодние печеньки, это овсяные печеньки. Видео, я надеюсь, уже выйдет до этого тега. И ссылочку я оставлю здесь и внизу в инфобоксе. Они веселенькие новогодние, потому что с дрожжа M&M's и выглядят очень по-праздничному. Также я пеку имбирное печенье, обязательно украшаю его айсингом. К сожалению, в этом году я еще не делала, но обязательно сделаю и покажу на канале. Также я делаю 3D-елку, также из имбирного печенья. Такие уже прям анонсы новогодних видео. И я делаю пряничный домик для детей. Это просто обязательно. Твой лучший Новый год? Не знаю. Честно, я не могу как-то вспомнить, какой был лучший Новый год в моей жизни. Но такой, который запомнился мне, это когда мы с мужем отмечали, еще тогда он не был муж, наш первый Новый год вместе. Мы поехали кататься на лыжах в Буковель. К сожалению, мы об этом задумались очень поздно. Оставались очень дорогие апартаменты. Или очень дешевые. И у нас была такая маленькая комната. Там было всегда холодно. На Новый год мы взяли веточку елочки. Купили несколько игрушек. На нее украсили. Даже что-то пошли, отметили. Это в кафешке. И честно, я завалилась спать часов 10 вечера, потому что мы собирались утречком раненько ехать кататься на лыжах, пока все еще после перепоя приходят в себя. Мы мечтали покататься на лыжах, на пустых трассах. Но, наверное, таких трезвенников, как мы, было много. И, конечно, людей было... Люди были, но их было не очень много. Поэтому мне больше всего запомнился именно этот Новый год. Потому что он был какой-то такой душевный. И, в общем, он мне запомнился. Твой худший Новый год. Ну, худший. Знаете, я как-то не могу идентифицировать какой-нибудь худший Новый год в жизни. Потому что Новый год это праздник. И сказать, что у меня там не было какого-то хорошего воспоминания тоже нет. Ну, был один Новый год, когда я заболела. И после работы я работаю в банке. Получается, у нас 31 декабря. Это по-любому рабочий день. И нас отпускают всегда одними из самых последних. То есть мы практически до 6 часов вечера работаем. 31 числа. Я пришла с работы. Была очень уставшая. Померила температуру. Оказывается, у меня поднялась температура. Я позвонила друзьям. Сказала, что я не приду. Я заболела. И осталась дома. И, в общем, провалилась в сон. Спала. Наверное, до 12. Почти. В общем, без пяти меня разбудили родители. Вытащили под елку. Дали бокал шампанского. Я там что-то пригубила. Посидела с ним. Мне сделала фотографию. И обратно завалилась болеть. И спать. Ну, в общем, да. Наверное, это был самый плохой мой Новый год. Потому что болеть на Новый год, это, конечно, очень неприятно. Как ты представляешь свой идеальный Новый год? Знаете, я пока не представляю. Я пока на пути к его поиску. Потому что с каждым годом прибавляются какие-то новогодние традиции, какие-то интересности, скажем так. И я пытаюсь это все реализовывать. Молодец. Делать со своими детьми. Чтобы им этот праздник запоминался. Для того, чтобы у них этот праздник был самым лучшим на свете. И я надеюсь, через какое-то время я смогу ответить на этот вопрос, как я представляю себе идеальный Новый год. Ну, наверное, хочется и веселиться, хочется и чтобы деткам было весело. И при этом не наедаться. И при этом лечь спать вовремя. Ну, относительно вовремя. Потому что дети, даже если они заснут в 3 часа ночи, они все равно встанут в 7 утра для того, чтобы посмотреть, что там Дед Мороз принес под елкой. И хочется не пропустить этот момент. Обязательно снять его на видео, потому что эти эмоции, ну, они просто очень дорогого стоят. Наверное, это вот такой примерный план моего идеального Нового года. А какой он будет? Я очень надеюсь, что в этот раз у меня получится привести мой Новый год к тому идеалу, который у меня есть в голове. По крайней мере, у меня уже есть идеальная елка. Мама! У меня есть шопка. У меня есть двое детей. И да, я счастлива. Восьмой вопрос. Как ты украшаешь свой дом к Новому году? Ну, первое, что мы делаем, это мы украшаем кухню. Мы клеим наклеечки виниловые на стены. Вот одну из них вы можете видеть сзади меня. Также еще одна есть елочка над беденым столом. И это первое, что мы делаем. Дальше мы ставим елочку. И по возможности вешаем какие-то гирлянды, светящиеся на карнизы. Ну, и не знаю, будем ли делать в этот раз. Поэтому посмотрим. Ну, вот елка по-любому у нас есть. Также у нас еще будет шопка или вертеп. И еще. Поэтому пока такие скромненькие украшения к Новому году. Девятый вопрос. Веришь ли ты в Деда Мороза? Ну, можно сказать, да. Иногда Дед Мороз в течение года все-таки исполняет те желания, которые я загадала в новогоднюю ночь. Поэтому где-то я в него верю. И десятый вопрос. Это итоги 2015 года. Да, заканчивается 2015 год. Что же я сделала в этом году? Я, наверное, завершила свою работу копирайтером и СММщиком. Надеюсь, я не буду больше работать в этом направлении, потому что все-таки эта работа немножко выматывает, истощает, скажем так. И я наконец-то реализовала свою мечту и завела YouTube-канал. Также я завела в этом году канал своего сына. Туда я, конечно, не так часто выкладываю видео, как на свой канал, но стараюсь выкладывать, потому что материала у меня находится на монтаж очень много. И в этом году у нас случилось грандиозное событие. Наша Маша, младшая дочка, пошла в садик. Конечно, это одно название, потому что за полгода она ходила всего 10 раз в сад, и то по полдням. Но, тем не менее, да, галочку такую можно отметить. Еще я ездила в лагерь спортивный. Да, но я сопровождала там сына. И еще я ехала туда не одна, взяла, конечно, и дочку. И мы 10 дней, по-моему, или неделю были в спортивном лагере от Федерации карате, если я не ошибаюсь. Пришел мой карапуз, да, мое хорошее. Ездила на спортивный лагерь для того, чтобы сын побывал на спортивных сборах. Это был его первый опыт. Нахождение на таком мероприятии. Я думаю, что ему понравилось. И будем ездить еще. Также я брала туда Машу. К сожалению, из-за того, что я брала туда Машу, мне не удалось бы заниматься спортом, если не считать того, что я носила ее на руках и в рюкзаке. Но, тем не менее, очень интересный опыт. И посмотрим, может быть, будем дальше ездить с ними в этот лагерь. Также нам даже удалось немножко попутешествовать. Мы ездили с сыном и мужем в Австрию. И мы ездили всей семьей отдыхать в Турцию. Также мы еще этой весной ездили на майские праздники в Буковель. Это горнолыжный курорт у нас в Карпатах. Также в этом пятнадцатом году я взялась за себя и начала приводить себя в форму. Надеюсь... Ой. Спасибо. Надеюсь, в следующем году мне удастся добиться хороших результатов. И я смогу порадовать себя и вас этим. Также в этом году я научилась монтировать видео. Я думаю, у меня неплохо получается, как для новичка. В общем, посмотрим, во что вылится мое увлечение видеоблогингом. Кстати, совсем забыла сказать, что в этом году мне благодаря этому удалось познакомиться с такими интересными людьми, которыми, наверное, я бы никогда не познакомилась. Если бы я продолжала вести тот образ жизни, который я вела, ну да, интернет позволяет расширить свой кругозор и познакомиться с разными людьми. И это очень классно. Я надеюсь, вам понравился этот мой новогодний тег. Если это так, то, пожалуйста, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч! Скоро будет куча новогодних видео на моем канале. Пока! Ну, наверное, Last Christmas. Боже, у меня какой-то грустный тег. Просто я так думаю. Да, наверное, Last Christmas. Просто больше ничего не приходит на ум. Наверное, этот вопрос нужно было назвать по-другому. Самая запоминающаяся рождественская песня.